здравствуйте пандемия к вид 19 продолжает развиваться на планете на сегодня около четырех с половым миллионов заболевших более 200 тысяч погибло и в этих условиях я бы не советовал вам оказаться среди первых пусть врачи научатся лечить эту опасную инфекцию возможно появится препараты более эффективные чем сегодня используются возможно профилактические средства или появится вакцинация то есть каким-то способом можно будет приобрести иммунитет более легко и в этом видео я хочу вам напомнить о двух возможностях диагностировать коронавирусную инфекцию на ранних стадиях это два полезных совета диетолога из тех 500 более чем 500 которые опубликовал в новой книге к вид 19 что делать первый совет на входе в любое подразделение а именно на работу в бар кафе ресторан фитнес-клуб нужно поставить человека который будет каждому входящему задавать очень простой вопрос кстати вы государственных учреждениях тоже не лишним было бы это сделать а вопрос состоит очень простой а какой у нас сегодня чем у нас сегодня тут пахнет иными словами вы проверяете а не произошло ли заражение у внешнего здорового человека через носоглотку потому что один из первых признаков это потеря обоняния если человек не может сказать чем пахнет все он более несмотря на то что температура может быть нормально чувствовать он себя может хорошо ему нельзя попадать в место скопления других людей он может их легко и просто заразить чемпионы известны корее одна женщина очень общительная заразила 5000 человек представляете сколько там погибло людей если минимальные цифры смертности около одного процента 50 человек не много не мало а сколько стало инвалидами потому что 20 процентов людей переносят не самой простой форме из 5000 поэтому не берите грех на душу относитесь к этой опасной вирусной инфекции правильно второй вопрос который я советовал бы задать а насколько вкусен был завтрак сегодня вы проявили заботу о человеке если он сказал трава травой отправьте его лучше сегодня дом пусть он определится действительно ли завтрак был невкусный либо у него развивается коронавирусная инфекция в начале органов пищеварения и потерялись вкусовые рецепторы языка они погибли потому что коронавирусы очень любят разрушать такие клетки и вот в этом случае в первом втором если вы таким образом скрининг провели люди могут находиться в домашних условиях лечиться правильно с первых минут заболевания сопровождать правильно заняться правильно своей иммунной системой чтобы она ответила на новый возбудитель на новый вирус выработал иммунитет и в этом случае человек становится безопасным для окружающих больше того он является активным поглотителем вирусом они могут попадать его организм и добросовестно уничтожаться его иммунной системой и таким образом помогает окружающим людям если не заболеть то заболеть в легкой форме это тоже очень важный элемент который можно использовать если понимаете насколько это важно то я советовал бы вам поделиться этим видео со своими друзьями пусть они тоже эту возможность вспомнят потому что часто не обращают внимание такие мелочи люди ходят с температуры пьют в таблетке убивают болевые ощущения разные эффекты производит давление сбивает место чтобы устранить эпоксию разные бывают эффекты коронавируса такие ошибки может не простить поэтому предупреден вооружен советую вам попасть в те 30 процентов людей которые не будут знакомы с этой коронавирусной инфекцией потому что пандемия становится когда в вашем населенном пункте вашей стране и на планете в целом будет примерно 70 процентов людей с иммунитетом то есть не заболевших и выздоровевших а выздоровевших с иммунитетом это разные вещи сожалению без предварительной правильной подготовки которой тоже я говорю своей книге к вид девятнадцать что делать раньше писал книги грипп профилактика ранняя диагностика полноценная реабилитация который тоже есть полезная информация в том числе и для короны вирусной инфекции для профилактики и полноценного лечения ну предупрежден вооружен чем больше возможности вы используете а с пожеланиями крепкого здоровья и разумного к нему отношения это видео заканчивая с привычным подписчиком и канал словами вы их уже услышали до новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктора скачкой это youtube а также школа доктора скачкой в instagram